Добрый день, друзья! С вами я, Екатерина Романенко. Вы смотрите наш канал Переезд в Краснодар, на котором мы вам показываем и рассказываем, куда же переехать ближе к городу Краснодару в Краснодарский край. И сегодня мы с вами смотрим обзоры домов станицы Маринской, которая находится в непосредственной близости к городу Краснодару. И смотрите, какой замечательный дом, да, очень красивый, статный, и на хорошем земельном участке площадью 6 соток мы вам сегодня подготовили к обзору. Стоимость данного домовладения 4 миллиона 500. Коммуникации в доме все есть, газ ведется по улице, подключение дома к газу, ну, 200 тысяч рублей, цена вопроса. Пойдемте, все вам покажу и расскажу. Земельный участок площадью 6 соток, с хорошим фасадом, ширина фасада порядка 18 метров. Все нормы, да, обратите внимание, все нормы и отступы соблюдены. Для тех, кто очень за это волнуется, как же зарегистрировали дом на земельном участке. И вот такой участок, когда он правильно прямоугольной формы, вот такой хороший большой участок, получается, есть придомовая территория и огромная территория, которая позволяет построить надворные постройки, посадить молодой сад, поставить беседку, ну, в общем-то, реализовать свою мечту, иметь хороший земельный участок. Смотрите, какой у нас красивый жилой дом, с хорошей архитектурой, ну, такие вот, да, не коробочки. Всего 4 500. Это вот прям такие остатки-остатки по станице, которые выхватываем по последним ценам. Пойдемте посмотрим сам дом. Итак, друзья, мы с вами будем смотреть жилой дом. Общей площадью 160 квадратных метров, это с учетом площади балкона в лоджии. Общей полезной площадью 140 квадратных метров. Давайте осмотримся. При входе в дом нас встречает прихожая с хорошим углом, да, для расстановки мебели. Это важно. Далее мы с вами перемещаемся в жилую комнату на первом этаже. Вот такая комната, маленькая спальня или гостевая комната, кому как удобно. Комната площадью порядка 8 квадратных метров. Она квадратная, правильной формы. Везде по дому механизированная штукатурка, поклевка по стенам. Стены прямо вот ровненькие, гладенькие. Осталось только поклеить обои. Высота потолка в грязном виде 3 метра. Далее на первом этаже есть еще одна комната. Эта комната еще поменьше. Она площадью порядка 6 квадратных метров. Комната может использоваться под кабинет, как рабочая зона. По сути, у нас на первом этаже получается два жилых помещения. Далее у нас идет лестница. Удобно расположена под лестничным пространством. Смотрите, у меня рост не маленький, 172. А я захожу сюда прямо вот целиком и полностью. Далее у нас с вами по курсу по правую сторону идет санузел. Санузел большой достаточно. Он прямоугольной формы. Здесь площадь порядка 4,5-5 метров. Поэтому здесь хорошо разместится длинная ванна, либо большая угловая ванна с этой стороны. В общем, места хватит всему. Далее у нас идет кухня-гостиная. Вот не знаю, как вам, а мне на самом деле больше нравится, когда у нее прямоугольная конфигурация. Потому что вот посередине проход, да, и зоны прямо ощущаются хорошо. На одну сторону будет рабочая стенка, на другую сама кухня-гостиная. Телевизионную зону можно располагать на любой из стен, но, наверное, бы вот рекомендовали все-таки, да, не напротив окна, чтобы беречь телевизоры, пиксели, там, до разгостывающей техники. И чтобы не было бликов. Наверное, бы вот сюда бы я вешала телевизор, а диван располагался бы вот так, да, чтобы можно было сидеть, смотреть прямо на телевизор вот сюда. И моя мечта, я всегда говорю, я очень люблю на кухне работать, что-то делать и смотреть в окно. Смотрите, какие хорошие, интересные, большие окна предусмотрели в данном жилом доме, да, не малюсички вот эти вот, а прям хорошее, ну, не полностью витражное окно, но достаточно большие окна. Поэтому кухня-столовая, кухня-гостиная здесь прямо вот радуют своими параметрами. Предусмотрен выход во двор, вот с такой раздвижной дверью, что тоже является удобным. При желании здесь можно достроить, оборудовать себе террасу, можно договориться, подскажем с кем, да, с местными строителями. Порядка 200 тысяч будет стоить установить террасу. Пойдемте смотреть с вами теперь второй этаж. На второй этаж нас ведет лестница монолитная, скрепить никогда не будет. Да, останется только облицовать. Смотрите, правильно предусмотрели окошечки для проветривания, чтобы коридор, второй этаж, можно было сквозняк, да, такой организовать. На втором этаже у нас с вами три спальни и санузел. Три комнаты примерно одинаковые по площади. Данная комната также порядка 12 квадратных метров правильной квадратной формы. Третья спальня выходит, она у нас на, ну, это должна быть однозначно спальня родителей, да, потому что она у нас выходит на террасу второго этажа. Балконом это не поднимается язык назвать, потому что это настоящая-настоящая терраса. Кстати, на террасу можно выйти не только из спальни, а также есть дополнительный выход, чтобы все жильцы дома могли выйти на данное пространство. Это выход из коридора, да, на втором этаже. Поэтому, посмотрите, я уже прямо вижу, сижу, смотрю вдаль, да, здесь два кресла, столик, либо пуфики. Можно эту часть застеклить, можно оставить в том исполнении, как есть, потому что крыша над головой-то есть, да. Ну, чтобы не дул ветер, вот эту половину я бы, наверное, застеклила пакетом, а это, ну, уже как бы на ваше усмотрение. Ну, проект дома, хочу сказать вам, друзья, очень интересный и смотрится очень презентабельно. Целых два санузла и большущая кухня-гостиная, да, санузел второго этажа, кстати, вам не показала. Вот он здесь у нас расположился посередине между комнатами. Площадь данного помещения порядка трех квадратных метров. В общем, все очень компактно и удобно. Значит, напомню, что 160 это, с учетом площади террасы, порядка 140 квадратных метров. Это чистая площадь дома в двух этажах. Жилые комнаты три на втором этаже, две внизу, как их использовать, решайте сами. И огромная кухня-гостиная. Главное, что стоимость данного домовладения 4 миллиона 500. Находится дом в станице Маринской в новой части постройки. Газ по улице подключить, завести, поможем. Вода, свет, все в дом заведено, септик, все функционирует. Стоимость дома, напомню, еще очень приятная, 4 миллиона 500. Звоните, пишите, подписывайтесь на наш канал. С вами я, Екатерина Романенко. Спасибо.